Прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. С какими вопросами в этот раз обратились жители, расскажем в сюжете. На встрече наибольшее количество обращений поступало к жилищно-коммунальному комплексу. Один из них касается улицы Южной. Там производят реконструкцию и перенос контейнерной площадки. Установили семь мусорных баков, но не поставили ограждения. А рядом с новыми контейнерами находится детская площадка. Контейнерная площадка должна быть ограничена зелеными насаждениями, какой-то там стеной, я не знаю, развернута, торцом должна стоять. Это все выходит прямо вот на зону отдыха. У нас будет повторный осмотр, будут приглашены жители, инициативная группа. Я оставила свой контактный телефон, и мы будем смотреть, что будет решаться. Также важные вопросы заданы и службе содержания автомобильных дорог. Светлана проживает на улице Солнечной. Посетила встречу по вопросу установки знаков пешеходного перехода и нанесению зебры. Нам нужен пешеходный переход, потому что напротив дома стоят магазины. Там и продукты питания, и цветы, и ветеринарная клиника, и строительный магазин, который очень актуален сейчас. И там нет пешеходного перехода, приходится перебегать дорогу, машины не останавливаются. Поток плотный, приходится стоять и ждать, пока появится вдруг такая возможность. Мы проводили выездную комиссию рабочей группы по безопасности дорожного движения. В этом году совместно с представителями ГИБДД принято положительное решение, что пешеходному переходу будет. Соответственно, будут выполнены подходы к пешеходному переходу, установлены знаки. Если будет нужно, мы установим искусственные дорожные неровности. Все обращения жителей приняты в работу. Информацию о следующих встречах можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях администрации городского округа. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова